Лучших выпускников сегодня поздравили в администрации Ярославского района. 12 из них, самых успешных, получили за свой труд медали. Отпуская 11-классников во взрослую жизнь, руководители района говорили, что ждут их обратно на работу во благо родной земли. Александр Рябков рассказывает. Думаем и едем, что вы будете из дальнейших очень успешными людьми. Будете приносить дальше славу Ярославскому муниципальному району. Три золотых и девять серебряных медалистов подарил Ярославский район в копилку лучших выпускников области. Отличились Кузнечихинская, Красноткацкая и Тунашонская школы. С нашей территории шестеро, как раз половина, пятеро из Кузнечихинской школы и один из школы поселка Ярославка. Это на самом деле очень значимое событие. Ну, наверное, в первую очередь для самих ребят, для медалистов и для всех нас, конечно. Участвовали сегодня не только самих выпускников, а также родители и учителей. Я очень благодарна своим родителям, так как они оказали мне очень высокую поддержку. Своим учителям, которые вложили меня, которые помогли мне сдать все экзамены. У меня очень хорошие результаты. Я очень благодарна, очень поклоняюсь своим учителям. Успехи молодежи не проходят бесследно и для администрации. Так, благодаря хорошим показателям, большая помощь оказывается развитию общеобразовательного процесса на всей территории района. В первую очередь мы создаем условия. У нас сегодня впервые за последние годы идет строительство Тунашонской школы. Мы строим детский садик в Умняках и в поселке Красное Ткачи. В этом году планируем подготовить еще проекты для строительства четырех садиков, которые приступим в 2014 году к строительству. Еще дополнительно выделяются средства и на ремонт учреждений. И в этом году по счастливой случайности нам удалось получить грант за второе место для эффективности управления. И вот эти все средства, 4,5 миллиона, будут дополнительно направлены на ремонт учреждений образования.